Он до сих пор помнит всех своих начальников поименно и корит себя за то, что не уберег веренных ему солдат. Николай Иванович Уральский – герой нашей сегодняшней программы. Он один из тех, кто пишет историю Великой Победы. Герой Великой Отечественной войны идет 91-й год. Живет он в Новоульяновске вместе с супругой. По выходным приезжают внуки и правнуки. Спокойная старость – так можно охарактеризовать нынешнюю жизнь Николая Ивановича. И лишь глубокие морщины и потускневшие глаза выдают то, через что ему пришлось пройти в жизни. Дважды контужен, серьезно ранен и ослепший на правый глаз. Даже сейчас Николай Иванович помнит буквально по часам, каждый прожитый на фронте день. Он был-то там всего 4,5 месяца. Но за это, вроде бы такой короткий промежуток времени, прошел с боями Полтавскую и Днепропетровскую области. Участвовал в форсировании Днепра. Весть о том, что началась война с Германией, 16-летний деревенский паренек Коля Уральский получил участь в школе фабрично-заводского обучения города Рыбинска. Сидели на крыше, дом 4-х этажный был, и смотрели, как самолеты немецкие летали на Рыбинскую плотину и ее бомбили. Но у них ничего не получалось. Она крепко была сделана. Вот мы все любовались. А на самом Рыбинск почему-то они хотели разбомбить, ведьмарту, плотину и затопить город Рыбинск. В школе ФЗО он проучился весь 1941 год. Вспоминает Николай Иванович, как они ездили на фронт и как трудились на моторном заводе на окраине Рыбинска. А в августе 42-го пришла повестка в армию и отправился призывник под Кострому в полковую школу учиться на сержанта. В 8-й роте был ротным запивалом. Меня даже водили в офисерскую столовую командира учебного полка. Я был полковник Щепкин, более бывший пограничник. Любил песню про винтовку. Эх, бей винтовка. Нет, с юга до Урала ты со мной шагала по граничной полосой. И врагов бывало, падало не вало, там не проходили мы с тобой. Но не только пел курсант Уральский, но и землянки строил, и военную азбу изучал. Спустя 6 месяцев его направляют в Марийскую АССР, на станцию Суслонгар, на должность помощника командира взвода в запасной полк, где обучали маршевой роты для отправления на фронт. На фронт попали после этой Суслонгра на втвелячий вагон и привезли в Харьков. А от Харькова там маршем походным бежали до Днепра, а там расстояние большое. Николай Уральский попал в 10-ю гвардейскую воздушно-десантную дивизию. Ее составе и форсировал Днепр. Фашисты тогда оказали яростное сопротивление. Уральскому пришлось заменить погибшего командира взвода. Он с честью выполнил поставленную задачу, достигнув почти без потерь противоположный берег Днепра. Отбил противника за первую линию оборону и дал возможность соседним подразделениям уничтожить фашистов. Страшные там бои были и с воздуха, и с берега, и артиллерийские, и минометные, и крупнокалиберные пулеметы. Там как в аду были. А я сумел рвануть вниз со своим взводом по течению Днепра. 28, 29, 30 сентября Николаю Ивановичу предстояло отбить еще несколько немецких атак. Оружие было плохое, две винтовки только. А у немцев уже минометы, вспоминает ветеран. А 6 октября 1943-го получил уральский свое первое ранение и попал в госпиталь в селе Мишурино. В госпитале Николай Иванович прожил 18 дней. Затем был направлен в 585-й запасной полк 213-й дивизии, которым командовал полковник Юшкевич в составе 2-го Украинского фронта. Бесстрашный юноша даже в самом пекле не расставался с полученным комсомольским билетом. Я комсомольец был, комсомол нас еще в этом принимали в военном училище и воевал с комсомольским билетом. Встрелянные говорили, попадешь в плен, и тебя, говорит, будут пытать, как комсомольца. Я говорю, нет. Я говорю, пойду прямо на них с автоматом и буду идти на тех пор, пока меня не убьют. 14 ноября 1943 года Николай Уральский принял страшный бой. Это был мой второй день рождения, говорит ветеран. Он практически единственный, кто выжил в этой войне. Тогда началось наступление по всему фронту. Впереди деревня Новая Ивановка. В ней прочно засели немцы. Началось это генеральное наступление. Должны танки наши прийти. Мы должны, пехота должна быть за танками. А почему-то не согласовали, как наши танки. Мы не пришли. Мы плохо вооруженные дали по этой, по противотанковой гранате. И когда началось это наступление, прибыл новый командир, младший лейтенант. И я даже, его вот не успели с ним как следует познакомиться, не успел и передать. Я был у него помощником, тогда помощники были, не заместители командиров взводов. Не успел передать, не познакомились. Тут началось. Немцы пошли наступление на нас. И нечем, вот празднику нечем гордиться. Полк 585-й. И когда меня вывели под руки, привели там, я ослеп, у меня кровь текла, лицо было, голова поранена там в шею. Это упало под этот, под снаряд. Дальше был госпиталь и справка. Годен к строевой службе в тылу. На фронт Николай Иванович больше не вернулся. В Ульяновск фронтовик приехал 16 декабря 1944 года. Получил назначение в исправительно-трудовые учреждения. День победы Уральский встретил в Димитровградской колонии. Он был начальником участка. На крышу высказали все. Там у меня было сколько человек, наверное, 13. И стали стрелять, встречать этот День Победы. Николай Иванович Уральский отработал в разных колониях Ульяновской области почти 28 лет. Он награжден правительственными наградами, орденом Отечественной войны первой степени, знаком 25-летия Победы за Победу над Германией. Имеет медали. В завершение программы хочется лишь добавить. Низкий поклон вам, Николай Иванович, за мирное небо и свободную жизнь. Эх, пей, винтовка, медголовка, без пощады по врагу. Я тебе, моя винтовка, острые сабли помогу. Субтитры подогнал «Симон»